Находящийся в Армении председатель регионального совета Франции региона Ильде-Франс, кандидат в президенты Валерий Пикрес, незаконно посетила Ханкинди. Как передает Калибер Аса, ссылкой на твит журналиста, политического обозревателя France Televisions Жюлье Нанини, там она встретилась с руководителями остатков армянских бандформирований. Данный шаг Пикрес можно оценить, как ее желание заручиться поддержкой армянского лобби во Франции на выборов. Посетив Армению и Карабах, она таким образом хотела показать свою поддержку армянскому народу. Французские политики исторически использовали армян как во внутренней, так и во внешней политике. Примеры этого шаги, предпринятые Пикрес и другим кандидатом в президенты Эриком Зимуром. Но эту тему более подробно мы обсудим с профессором Западно-Каспийского университета, политологом Фикретом Садеховым. Фикрет Мелем, добрый день. Здравствуйте. Как вы считаете, какой характер носит данный визит? Можно ли его назвать провокационным? Ну, конечно, я не буду оригинален, если напомню о том, что 10 апреля следующего года во Франции пройдут президентские выборы. И все шаги в политической сфере этой страны сегодня подчинены именно этой президентской кампании. Однозначно, если она посетила Карабах, то это нарушение территориальной целостности нашей страны. Понятно, что она делает сегодня все необходимое для того, чтобы заручиться поддержкой многочисленной армянской диаспоры, французов армянского происхождения, достаточно состоятельной категории людей, куда входят банкиры, финансисты, политические деятели и даже сенаторы. Но это не дает ей права делать заявления, которые противоречат и ударяют по интересам нашей страны. Она заявила о том, что Азербайджан совершила агрессию. То есть страна, которая освободила свою территорию и которая испытала все тяготы вот такого вандализма, разрушений и провокаций со стороны Армении, оказывается, еще и совершает какую-то агрессию против соседнего государства, 30 лет оккупирующего нашу страну. Если это предвыборные заявления, предвыборные шесты, понять можно, но если она на самом деле так думает, если она в этом убеждена, то ей, конечно, необходимо ответить. Ей нужен, видимо, конкретный, обоснованный, адекватный ответ со стороны. Сегодня в период, в постконфликтный период, когда стороны пытаются сблизиться, пытаются найти точки соприкосновения и сделать все необходимое, чтобы в регионе был создан мир, безопасность и стабильность, делать такие заявления просто самый настоящий абсурд. А как вы считаете, как будут выстраиваться отношения Баку и Парижа в случае, если Валерий Пекрес станет президентом Франции? Я хочу вам напомнить о том, что в свое время нынешний президент Эммануэль Макрон, он тоже делал вот такие заявления. Я хорошо помню. И даже в период войны 44-дневной он выступал на стороне сепаратистов, осуждая нас, говоря о том последующем, о том, что необходимо защищать Армению, защищать жителей Карабаха. Но обратите внимание, последняя встреча в Брюсселе, одна из встреч, прошла с его участием. Он специально прилетел в Брюссель, чтобы выполнить роль посредника между руководителями Азербайджана и Армении. А потом он даже расписался в Твиттере, сделал заявление, написав вот это вот заявление на азербайджанском языке. То есть трезвомыслие, видимо, пришло этому политику уже в конце президентского срока. Поэтому я, исходя из вот таких фактов, думаю, что и госпожа мадам Пекресси, если она придет к власти, наверняка она тоже, потом осознавая ответственность перед народами Южного Кавказа, она все-таки придет к таким объективным выводам и сможет занять справедливую позицию, основанную на принципах и нормах международного права. Подобные визиты, они препятствуют как процессу переговоров между Азербайджаном и Арменией, также нарушают трехсторонние заявления. Как вы считаете, какими принципами руководствуется Париж в данном вопросе, как сторона сопредседателя Минской группы ОБСЕ, тем более учитывая, что мы были неоднократно свидетелями, когда официальные лица Франции выступали с открыто провокационными заявлениями в отношении Азербайджана? Да, мы знаем об этих провокационных заявлениях, мы помним о заявлениях во французском Сенате, о необходимости чуть ли не признания Нагорного Карабаха каким-то самостоятельным государственным образованием, но это всего лишь заявление, это всего лишь риторика на уровне законодательного органа этой страны. Исполнительная власть, она, конечно же, таких заявлений не делала, хотя тоже потворствовала армянской агрессии и делала все для того, чтобы... Армения почувствовала поддержку со стороны этого ведущего европейского государства. Но, где была Франция все эти 30 лет? Она же была сопредседателем европейской группы, почему зашла эта война, чтобы не было пролитых сторон. Пересмотреть свое отношение к этому конфликту, по отношению к тому, что будет происходить в будущем. Я думаю, конечно, вот кандидаты, президенты, если они руководствуются сегодня предвыборными факторами, предвыборными, делают далеко идущие предвыборные обещания, но они, я не сомневаюсь, предвыборные власти должны все же пересмотреть свои позиции, должны пересмотреть свое отношение к тому, что происходит в регионе Южного Кавказа. Спасибо большое, Фикрят Малим.